и софтпром, занимаюсь непосредственно развитием решения Синисфигура, так как у нас контракт есть на европейскую, на ЦИС-регион часть, поэтому, в общем, работаем в этих направлениях, поэтому у нас сегодня такой, скажем, вебинар, который вмещает в себя много участников с разных стран. Вот, поэтому сегодня наша такая короткая, скажем так, презентация, потому что решение, на самом деле, более чем глубоко можно углубиться в плане там и техническом, показать, рассказать, поэтому сегодня такая вводная часть, на которой я со своей стороны поделюсь маркетингом, ну, скажем так, по-простому философия, собственно, зачем мы взяли в портфель решения Синисфигура, почему представляем вам сейчас, какие видим перспективы развития и, на самом деле, поделимся вот тем опытом, который есть у нас уже сейчас. Вот, во второй части мой коллега Сергей Бортко, я извиняюсь, покажет, как решение выглядит на демонстрации, покажет, как оно работает, ну, и, соответственно, вы сможете позадавать технические вопросы, увидеть непосредственно уже в таких неких боевых условиях. Вот, поэтому я не буду затягивать, перейду к презентации. Решение. То, с чего хотел бы, конечно, начать, все-таки очень важно, да, вот первый пункт, который основной, почему решение Синисфигура, наверное, будет очень очевидным вопросом. В компании Супром есть также решение ПАМ, одно из лучших, оно лучшее, лучшее по всем, скажем так, источникам и Гартнерам и тому подобное, почему мы взяли Синисфигуру. Ну, на самом деле, очень простая фраза, я ее позавинствовал у Гартнера, который говорит о том, что несколько небольших вендоров в настоящее время имеют более функциональное и менее дорогое предложение, чем крупные устоявшиеся поставщики ПАМ. Простыми словами, мы хотим сказать, что на рынке сложилась некая ситуация, в которой мы приняли решение взять на борт решение, которое является технически очень продвинутым и эффективным по сравнению с решениями, которые давно на рынке, о которых мы знаем. И в то же время цена, которую мы за это решение, она максимально, выразимся так, привлекательна в сравнении со всеми. Собственно, вот основная идея, философия, с которой мы идем на рынок, почему мы выбрали это решение и почему мы сейчас, скажем так, активно его продвигаем, и у нас есть огромные в этом успехи. Собственно, пару слов о вендоре. Это брасильская компания, основана очень давно, порядка 20 лет назад. Появилось направление ПАМ развития решения, решение Сини Сигура. Решение развито более чем в 80 странах мира. Это та часть мира, которая там очень далеко от нас, в километрах. Это вот, скажем так, латиноамериканские страны, Бразилия, это Северная Америка, это Европа. Ну вот пришло время, скажем так, прийти в наш регион, познакомить вас с этим решением и показать, какие же замечательные преимущества оно вам дает. В основе я хотел этим сказать, что решение не новое. То есть, если в целом брать в рамках мирового порядка, оно уже давно на рынке. Многие компании, очень известные, с разнообразных сфер, такие как финансы, телеком, технологии, уже имеют Сини Сигура использовать. Возможно, с телекома есть знакомые вендора, такие как Лара, Белл, Телефоника, возможно, Критские Велинии. То есть, вот что-то из этих логотипов вам знакомо, поскольку это, отчасти, европейские, латиноамериканские компании. Но крутые бизнесы, большие, которые имеют на борту уже Сини Сигура, они используют удовольствие, они являются нашими референсами. Тем более, мы замечаем такую тенденцию, очень активно развивается непосредственно европейский рынок. Собственно, почему компании, которые являются такими, скажем, мировыми лидерами в своих отраслях, выбрали именно это решение? И почему все-таки о нас говорят очень много таких известных источников, как Куппингенкор, в котором в 21-м году мы находимся в лидерах? Рядом можно увидеть те решения, те, которые известны уже давно на рынке, о которых я ранее говорил, но они все так же здесь представлены. Гартнер, вот, к примеру, 21-й год. Мы видим в квадранте Challengers, мы находимся, если пройдем в прямую линию, она будет являться показателем технической составляющей, прошу заметить, мы находимся на втором месте. То есть в сравнении, допустим, с лидером, мировым лидером CyberArk, который имеет Rescore 4.07, мы имеем 4.0. Это техническая составляющая. А вот все остальные вендора, которые находятся под нами, они известны, вы о них знаете, возможно, там и тестировали, видели. Единственное, что могу еще при этом подчеркнуть, что вот этот список вендоров, которые видите, наша цена будет привлекательнее, чем вендора, которые представлены на данном слайде. Вот, собственно, мы долго выбирали, пришли к тому, что CineSegura является одним из лидирующих компаний, предоставляющих технически очень классное решение, которое, так скажем, максимально близко к лидирующим во всем мире, но при этом имеет очень привлекательный прайс. Гартнер 2021 года, наверное, вы зададите вопрос, вполне очевидный, а почему 2021 год? Скажем так, вроде как 2023. Поэтому здесь я бы хотел поделиться очень важной информацией, почему нас нет, мы открыто об этом говорим. В 2023 году Гартнер принял решение поднять уровень ревеню с 10 до 15 миллионов долларов, подчеркиваю, США, для того, чтобы упасть в сам Гартнер, в сам квадрант. Соответственно, те вещи, которые происходили, ну, в основе это все-таки падение на 70% бразильского доллара, ковид-война, все это повлияло на то, что в долларовой эквиваленте, к сожалению, не получилось получить вот эти 15 миллионов и попасть в сам квадрант. Сугубо только по одной единой этой причине, нас нет, но в любом случае, это открытый источник информации, есть 2018, 2019, 2020 год. Вся информация сохранена, вы можете перепроверить, мы всегда демонстрируем рост, присутствовали в Гартнер, поэтому, в общем, это открытые источники для перепроверки наших слот. Но, также есть еще открытая информация по запросу презентации, мы отправим, также рекомендации, экспертные оценки. Здесь мы также находимся в лидерах, у нас порядка 98% рекомендаций, если мы сравнимся с такими известными компаниями, как вот представленные на слайде. То есть, здесь мы в открытом доступе, можете перепроверить, посмотреть, все-таки очень-очень привлекательны по многим параметрам. Поэтому, вот, наш эскорт показывает то, как любят наши заказчики, наши решения, в связи с тем, что оно эффективное, решает задачи, имеет очень качественный подход и при этом привлекательный ценник. Вот, собственно, наверное, по маркетинговой части все. Тогда ближе перейдем непосредственно к решению вот самой платформы, которая состоит с пяти ключевых модулей. Как говорится, все в одном. То есть, у нас есть там отдельные модули, но они как бы присутствуют в базе нашего решения. Первый модуль – это PAM, второй – DevSecOps, потом Certificate Management, PADM и DOMUM. Под DOMUM – это некий такой аналог безопасного VPN-доступа, который проксирует через облако. То есть, допустим, при работе с подрядчиками, удаленными пользователями, мы пробрасываем доступ через облако CineSegura, и при котором распространяются все политики, правила, запись сессии, блокировка, вот то, что там, условно, используется при PAM-подключении. То есть, здесь, наверное, очень удобный способ для тех, кто ищет решения, позволяющие контролировать доступ свне, например, подрядчиков. Скажем так, несмотря на такой пул решений, который включается в нашу платформу, я бы хотел еще, знаете, пройтись, прежде чем перейти к таким вещам, как архитектура, по плюшкам, по таким бонусным вещам, о которых не стоит утаивать, а нужно поделиться обязательно. То есть, что позволяет еще дополнительно сделать наше решение привлекательным. Ну, начнем все-таки с первого – это все-таки архитектура. Линуксовая, да, то есть, а в чем, собственно, тут речь? То есть, при, скажем так, решениях, которые ранее мы рассматривали, там, наши конкуренты, не все, правда, но частично, да, большинство из них, при приобретении того или иного решения нам нужны дополнительные затраты. Ну, банальные, это могут быть операционные системы, база данных, кластеризация, балансировщики и тому подобное. То есть, в нашем случае мы этого не требуем. У нас есть один линуксовый сервер, одну ноду мы даем бесплатно в подарок для отформирования хабиллоте отказоустойчивости. И в конечном итоге у вас нет дополнительных затрат. То есть, о чем мы говорим? То есть, приобретая решение, вам не нужно приобретать дополнительные еще операционные системы и пошло-поехало список того, чтобы развернуть это решение. И в конечном итоге это увеличивает стоимость решения в сухом останке. В нашем случае этого нет, поэтому, скажем, помимо привлекательной цены, еще привлекательная архитектура при разворачивании, которая очень простое, очень просто происходит и быстро. Поэтому здесь тоже не требуется каких-то там временных затрат, как обычно это происходит. Собственно, такое преимущество, о котором нужно было обязательно упомянуть. И вот в таких вот плюшках, которые, собственно, еще хотелось бы повторить. То есть, наше решение состоит с модулей PAM, PAD, DEVSECOP, CERTIFICATE и DOM. Решение полностью под ключ. Мы очень быстро разворачиваемся. То есть, порядка одного дня, но если говорить о небольшой имплементации, ценов в среднем, это гораздо быстрее, чем все остальные решения. Лучшая цена. Здесь мы говорим о, наверное, тех решениях, которые в Гартнере, которые были ранее представлены. То есть, да, мы очень привлекательны на фоне тех дендеров, которые были на слайде. Удобное использование. То есть, наверное, здесь уже более там подробно мы видим такой субъективный фактор на демонстрации. Сергей покажет, как выглядит наш интерфейс. И защита на будущее. То есть, у нас решение состоит с многих модулей. И при росте компании, при дальнейших действиях, вы сможете открывать тот или иной модуль, который пригодится в том или ином перспективе времени. Допустим, сейчас вам нужен PAM, потом вам нужен будет DOM для представления доступа подрядчиков, потом DEVSECOP. То есть, у нас все есть. Вам просто нужно будет открывать дополнительные модули. Что же касается лицензирования, да, такой очень немаловажный момент, но он включает в себя также такие очень позитивные моменты. Допустим, первое начнем это PAM. То есть, мы лицензируемся сугубо по пользователям. Нам не важно количество хостов, на которые входят эти пользователи. У нас есть, наверное, уже в нынешнее время одна из таких редких моделей лицензирования, как постоянная, когда вы приобретаете единоразово, далее приобретаете по потребности только поддержку. То есть, вот, постоянные лицензии, подписка и облако. PAM лицензируется по устройствам, это постоянная подписка облака, certificate management, сертификаты, подписка облака. DEVSECOP у нас приложение секреты, постоянная подписка облака. То же самое, ну, DOM это только пользователи и только облачный вариант представления сервиса. Вот, что же касается возможностей интеграции, они у нас обширны. Мы, наверное, там все-таки имеем все самые известные, которые представлены на данном слайде. Там будут Radius, Active Directory, Syslog. Ну, в общем, все вот ранее, которые мы там обсуждали, они также поддерживаются нами. Вот, ну, на самом деле я постарался ложиться очень коротко в презентацию, потому что в основе хотелось показать наше лицензирование, почему мы выбрали решение, почему решение сейчас активно продвигается на нашем рынке. Вот, и если есть вопросы, задавайте. В последующем хотел бы передать слово своему коллеге Сергею для того, чтобы показать, как это работает. Я пока не вижу вопросов. Я думаю, коллеги еще хотят увидеть все, поэтому, пожалуйста, Сергей. Да, спасибо, коллеги. Так, одну секундочку. Да, все видно. Да, все видно. Так, хорошо, давайте продолжим нашу презентацию, вторую часть, демонстрация продукта. Я уже зашел на демо-сайт, демо-стенд, который предоставляет сам вендор, вот, демо-сина-сигура.io. Вот, и здесь мы вам покажем основной такой функционал, который предоставляет сина-сигура.io. Вот, и далее покажу вам несколько сценариев работы данной системы. Вот, итак, что представляет собой данная система? То есть, по сути, это может быть либо виртуальный образ, либо appliance. Ну, вот, 99% все выбирают виртуальный образ. Вот, это единый образ, нет необходимости ставить какие-то дополнительные там виртуалки и так далее. Нет, то есть, это единая такая система. Это преимущество данной системы, вот, в отличие от конкурентов, где нужно там много компонентов ставить и так далее. Вот, и мы можем развертываться на любой гипервизор, в том числе, там, например, в Ямваре. Вот, как, собственно, мы сейчас и сделали этот стенд. Вот, скачали с сайта сина-сигуры OVA образ и сделали деплой на гипервизор. Далее мы его развернули, вот, и назначили IP-атрес и активировали устройство, все. Вот, и первым делом, ну, в принципе, во всех PAM-системах основной функционал – это добавление девайсов, вот, и добавление креденшалов. Здесь, в принципе, такая же основа, то есть у нас есть устройство. Вот, кстати, вот я специально переключил на русский язык, чтобы вы видели, что система русифицирована. Можно использовать английский, вот, как кому удобно. Вот. Далее. То есть первым делом, то есть мы добавляем устройство. Вот и в АСе. Какие-то устройства, это может быть, там, SSH, RDP-доступ, либо другой какой-то. То есть вы добавляете тип устройства. Сейчас я перейду немножко на другой локальный стенд. Здесь просто у меня больше полномочий. Да, мы девайсов. Да, то есть мы, к примеру, добавляем девайс. Давайте смотрим, какие опции доступны в этой пинельке. Вот. То есть мы добавляем IP девайса, девайс type. То есть что это? Это сервер, это база данных, это домен, балансировщик, роутер. То есть у нас очень много устройств, которые мы поддерживаем уже по, ну, как бы из коробки. Вот. То есть на данный момент, например, это сервер. Вот я выбираю, что это сервер. Далее вендор. Это Microsoft. Да. То есть здесь тоже можно выбрать там конкретного вендора. И что это за продукт. Это у меня Windows. Вот. Можно так напечатать Windows. Он уже подсказывает, что это. У меня Windows 2019. Да. Да. Сейчас. Windows. О. Можно и написать 2019. И сайт default выбираем. Все. Единственное, что здесь можно добавить, это connectivity. Это порт какой. Вот. Я добавил, что это RDP. По умолчанию, да. 33.89. И тест делаем. Connect. То есть это означает, что Spina Seguro имеет доступ к этому IP-адресу. Op to RDP. Additional settings можно указывать там дополнительные сеттинги. Например, если вы хотите включиться как локальный администратор. Вот. То есть вы здесь выбираете команду local. и здесь, например, true. Вот. То есть это означает, что вы подключаетесь к рабочему столу уже как именно локальный администратор. Вот. Консольки, грубо говоря. Вот. И следующий момент. Это находится уже в памкоре. Это credential. Это credential. По сути, credential мы задаем уже access к нашей целевой системе. Давайте посмотрим, как это выглядит. Да. Здесь мы указываем логин. Вот. Например, это у меня был локальный админ. Lab admin. Я его выбираю. Это local администратор. Если вы используете доменного юзера. Окей. Можно выбрать доменные юзеры. Вот. Опять же, девайс. Я выбираю этот девайс, который у меня указан. Вот. И указываю к нему пароль. Да. Я это уже указал. То есть, мне уже не нужно этого делать. И здесь мы указываем settings. Вот. И тут я указываю, что это дебил. Вот. Да. То есть, можно указать другой тип подключения. То есть, если вы хотите там, например, сделать ssh. ssh, например, на linux, то выбираете еще дополнительный ssh. Но я знаю, что это виндовый сервер. Поэтому только мне RDP интересно. Да. Вот. В принципе, мы сделали вот такой коннект. И как это работает? То есть, мы просто здесь выбираем, например, start session. Веб-сессии, но можно сделать как RDP-сессия. Ну, более удобно, ну, к примеру, мне пользоваться вот такой сессией через браузер. Да. Вот. Все. Я зашел на данный сервер. Здесь, в принципе, я могу сделать все, что угодно. Под правами, которые были указаны мной. Да. Вот. Далее. Далее. Я могу с этой сессией, в принципе, сделать все, что угодно. Вот. Например, я могу посмотреть remote session. посмотреть в реальном времени эту сессию. Да. Briefstream. И я могу зайти посмотреть, что делает там этот пользователь. Да. Вот так это выглядит. Да. Далее. Я могу открывать эту сессию. И когда я, после окончания этой сессии, здесь уже будет доступно видео. Вот. Можно назначить аудиторов. Ну, то есть это пользователь, который будет управлять этой сессией специализированно. То есть, там, дропать, либо разрешать и так далее. Вот. Хорошо. Давайте я прерву эту сессию. Вот. Все. Она сейчас уйдет в статус. Да, мне надо вот здесь закрыться. Давайте я открою фильтр. Предыдущие. Посмотрим записи. Так. Ну, в принципе, уже, наверное, запись эта появилась. Да. Вот она появилась. Можем ее сразу же просмотреть. Можно в реальном времени просмотреть. Можно сгенерировать видео для закачки. Ну, давайте сгенерируем видео и будем просматривать, пока оно будет генерить. Да. Я еще раз зайду. Уйду. Вот мы смотрим полностью видео событий, которые происходили на рабочей станции. Используя формат MP4 при загрузке, вот, это самый оптимальный формат. И по такой, он еще сжимает хорошо, то есть он мало места занимает. Вот. И плюс качественная картинка предоставляется. Да. Можно ускорять. То есть, либо переходить к тем моментам, где были какие-то действия команды. Да. Так, есть некоторые вопросы. У нас есть вопросы в блоке «Вопросы и ответы». Мы можем начать с него и затем перейти на вопросы в чате. Да. Ну, давайте, как удобно. Давайте начнем с блока «Вопросы и ответы». Так, хорошо. Окей. Если в нашей компании 100 серверов Windows и 100 серверов Linux, мне нужно вводить их вручную. Смотрите, есть два способа. Ну, да, то есть, либо вручную, либо есть компонент Discovery, который просканирует и сможет добавить их в систему. Так, какой синтаксис используется, там, где добавляли в опцию локального админа. То есть, мы добавляем либо локального админа, либо юзеров. По поводу команд, мы можем указывать, какие команды контролировать в функционале, по-моему, Behavior, AuditCommandLogs. Вот, не совсем, вот, AuditCommons. Да, и здесь мы указываем, какую команду контролировать. По умолчанию здесь, по-моему, указано, да, вот это изменение пароля по SVD. И если, ну, это уже такая супер критичная команда, если кто-то меняет этот пароль, то попадает сразу в логот. Давайте, да, сразу могу показать. Так, на стенде вендора, секунду. Так, это у нас PanCore. К примеру, есть у нас сервер линуксовый добавлен. Мы к нему подключаемся. Вот, и попытаемся сделать некоторые команды. Ну, да, например, давайте то, что можно. Адрес. Например, IP. Адрес мы посмотрели. Вот, и запрещенную, например, команду. Вот, и система меня сразу глушит. Вот, все, я терминейтед. Вот, мне не позволено делать такую команду. Да. И по логам она должна появиться у меня в поведении пользователя. Аудит, команд логс. И события по пользователю можно здесь посмотреть. Да, вот. Пассворт команда, она была прервана. Да, две сессии делал я перед этим еще раз тестировал. Вот, поэтому вот так она отобразилась. У нас вот этот функционал поведения пользователя, он может показать, в принципе, рейтинг пользователя. Вот, если там пользователи, которые постоянно нарушают какие-то команды, которые запрещены, то есть вы здесь можете увидеть статистику этих пользователей. Рейтинг, анализ поведения, там необычная смена пароля, чрезмерное количество обращений, доступы в необычное время, вот. Вот, какие-то продолжительность большая сессии, например. Вот. Необычная продолжительность. То есть система, она может анализировать плюс-минус стандартное время проведения этого пользователя на каком-то целевой системе. Но если это время выходит за рамки, то система понимает, что это уже какая-то аномалия. То есть она может нам показать это. Идем дальше по вопросам. Есть ли возможность интеграции с IDM-системой, вам identity. Я думаю, без проблем можно. Не вижу проблем. Есть ли у вендора база знаний для обучения, то нужно ли для сертификации специалистов. Есть сайт у вендора, где очень хорошо высветлена документация. Это раз. То есть документация по установке, документация по настройке системы. Также мы стараемся тоже делать вебинары какие-то, где показываем, как работает эта система. То есть можете тоже участвовать, обучаться. Сертификации, да, это может быть мой коллега скажет. Коллега, извиняюсь, я тогда дополню. Смотрите, здесь очень все просто. На самом деле мы открываем два доступа. Первое, это будет доступ в такую некую базу знаний, в которой будут, например, все даташиты, детализация, все максимальное, что могло бы помочь. То есть настройки в понимании и в разнообразных деталях технических. Второе, также у нас есть возможность предоставления доступа в Sinesigure Academy, где есть возможность пройти обучение, углубиться в решение, сертифицироваться по окончанию и, соответственно, как бы иметь такой некий багажник знаний. При этом с нашей стороны может быть полноценное сопровождение, вопросы, ответы. Мы поможем с этим, конечно, без проблем. Вот поэтому здесь такой, скажем так, системный подход. Есть ресурсы, которые более чем подкрывают эти задачи. Спасибо. Да, спасибо. Идем дальше. Метод данной сеанса существует. Да, то есть доступны и логи, и, например, даже файлы, которые там передаются, там, сессии и так далее. Так, для аудиторов также необходимо покупать лицензики. Ну, смотрите. Наверное, Александр, подскажи. Ну, скорее всего, да, наверное. Критти, тут, на самом деле, очень такой простой вопрос. У нас был кейс, когда, ну, откровенно говоря, несколько банков обращались к нам за помощью, и им нужно было решение домом для контроля доступа подрядчиков. Сайт-партис только вот этот проброс через облако с всем PAM-функционалом. Но для, классически, для приобретения решения нужно купить минимально одну лицензию PAM и далее набираете себе пул лицензии уже непосредственно пользователей, которые подключаются. То есть одна лицензия нужна только для того, чтобы иметь вот дэшборд и вот PAM-кор, на который налажатся все остальные решения. В целом, вендор очень гибкий, поэтому тут можно обсудить более детально, как это можно реализовать. В целом, да, это возможно. Давайте идем дальше по вопросам. При интеграции с Active Directory система PAM отключает доменные учетки, я так понимаю, после закрытия сессии. В принципе, можно настроить как угодно, то есть здесь гибкие правила. То есть, думаю, да. Далее. Поддерживает ли продукт проброс смарт-карт, в частности, UBK, при подключении к конечному хосту? По поду смарт-карт необходимо уточнить у вендора. То есть мы так, наверное, сейчас не скажем вам. Так. Есть ли механизм emergency access? Да, есть. Далее. Пишутся ли записи вводимых команд и нажатие мыши? Смотрите, нажатие мыши, по-моему, это в роудмапе есть, но пока что только движение мыши, да. Насчет записи вводимых команд, конечно, да. То есть это полностью записывается. И более того, вот с записью, то, что я вам показывал, можно полностью смотреть. Третье, это remote session показывает запись самой сессии, а вот session text, он показывает текстовую версию этой записи. То есть это могут быть и вводимые команды, это могут быть и... Сейчас еще раз фильтр сделаем. Так, output, input. Что-то не вижу input. Вот. Ну, тут, если будет команда, то есть будет писаться input. И будет команда, и то, что она выводит. Сейчас давайте я посмотрю, может, на этом стаде появилось. Так, encore. Ну, вот, да. Input path. Вд. Вот то, что потом произошло, потом. Какой вывод этой команды был. По сути, разлогинила меня система. Да. Ну, по сути, текстовая версия всего, что происходит. Очень удобно. Вот. То есть если у вас нет времени посмотреть эти записи длинные, ну, там различные они бывают, конечно. Вот. То вы здесь сделали быстренько фильтр по пользователю, посмотрели, что он делает, что он делал в какой-то день определенный, какие вводил команды, input, и что ему система выдала там, ну, при необходимости. Идем дальше по вопросам. Так, если Discovery для сервисов, которые крутятся на учетках, да, Discovery элемент есть. И, Александр, подскажи, Discovery, он входит, по-моему, в базовый компонент. Ну, то есть, докупать отдельно не нужно. Нет, все не исходит. Далее вопрос. При мониторинге решение отслеживает подозрительные угрозы, при действиях пользователя может быть, да. То есть, опять же, это запрещенные команды, которые вы можете сами указать. Так, насколько Microsoft Entra проигрывает вашему продукту? Не знаю, что это за продукт. Вот. Не могу сказать вам. Далее. Записываются ли введенные команды? Да. Далее. Так, батл-карты. Вопрос. Я думаю, Александр, мы поделимся. Да, поделимся. Есть батл-карт, поэтому все детальные информации, сравнения, которые позволяют сравнить, сможем поделиться, конечно. Так. Смотрите, после окончания презентации и демонстрации будет фоллоуап. мы поделимся с вами материалами. Вот. И вы можете на контактные адреса, там, email отправить все, что вас интересует. Какие-то вопросы, если остались, можете запросить индивидуальную демонстрацию, там, презентацию. То есть, мы с вами сделаем, будет больше времени, пройдемся именно конкретно по вашим вопросам. Вот. И вы можете, если там батл-карты интересуют, просто спросить, мы отправим вам. Так. Или реализовано в системе блокирования и оповещения по аномалиям. есть behavior analysis пользователей. Александр, не поскажешь, это платная вещь по аномалиям? Это вход в базовый функционал, аналитика поведенческая, опять же, все вот эти ключевые функционалы, время входа-выхода, динамика движения, клавиатуры, то есть, вот цифровый образ, да, это базовый функционал. Хорошо, да. Идем дальше по вопросам. Можно ли настраивать для разных групп пользователей отдельно-временные рамки по варнинг? Да, то есть, вы можете делать правила, опять же. Вот. И если специалист, который должен работать в определенном, то есть, есть специалист, который должен работать в определенные часы, но есть регулированный админ, который может встречаться в период 24. Да, это все можно сделать, то есть, это правилами. По каким портам происходит соединение в браузере и через RDP? Соединение проектируется? Да, есть у нас, ну, по сути, оно все проксируется, прогоняется через спам. Вот. Браузер, это как бы просто элемент, предоставляет нам доступ. Вот. Но, опять же, если вы идете по RDP, это RDP сессия 33.89 будет. Так, просят еще и щата ответить на вопросы. Сейчас перейдем к ним. В текстовом логе вводится инфа по копированию файлов папок и их перемещение, все логируется, опять же, в текстовом виде логов. Вот. Мне, если честно, даже текстовый формат логов больше нравится, чем тратить время на видеозаписи, искать что-то. Вот. Ну, опять же, у нас очень оптимизированная система, видеозаписи занимает очень мало. Вот. Поэтому можно делать и то, и то. В каком виде хранятся логины и пароли в базе данных, шифруются ли, и шифруются ли записанные видео и тексты. Да, это все шифруется. Насколько я помню, это AES-356, но могу ошибаться. Вот. Если это там критичный вопрос, можете задать нам после окончания презентации, мы уточним у вендора. Так, Александр, вот подскажи, как обстоят дела с техподдержкой? Вот по этому вопросу. Техподдержка у нас 24 на 7. В общем, все включено вендорское. Вот. Поэтому все у нас отлично. из чата давайте пробежимся. Так, ну, как защищаются учетные записи? Я так понимаю, мы уже ответили. Можно ли монетизировать команды, вводимые пользователем в клей при RDP сессии? Опять же, в зависимости от правил. Думаю, да. Так, это мы уже отвечали. Смарт-карты тоже. Прозрачно показать. Сейчас я покажу. Там у меня есть несколько примеров. Так как организовывается размещение права администратора и пользователя, здесь очень гибко ролевая система реализована. То есть, вы можете сделать там аудиторов либо там каких-то администраторов, которые управляют только конкретными целевыми системами, не всеми и так далее. То есть, очень все гибко. Опять же, такой расширенный вопрос, да, спасибо за него, но, наверное, мы ответим уже после окончания презентации. Можете ли вы озвучить цену за одну лицензию? Понятно, что все индивидуально. Александр? Конечно. Тут, на самом деле, такая прямая зависимость от количества приобретаемых лицензий. Ну, в принципе, как и у всех, ничего нового. В нашем случае минимальная закупка, ну, минимальное приобретение, назовем это так, это пять пользователей. Поэтому вот самая минимальная, при этом самая дорогая с точки зрения, потому что минимальное количество юзеров, если мы говорим о, значит, постоянных лицензиях, говорим о паме, это 1108 за одного пользователя, если подписка годовая, это 665 и облачная версия подписки на год 798. Ну, это GPL-цена, скажем так, которая по максимально дорогому прайсу в связи с тем, что минимальная закупка. Спасибо. Так, Через RDP команды дробутируются, да. Есть ли OCR? Да, есть OCR. Возможен ли перехват управления администратором во время сессии? Опять же, я показывал. Так, реализована ли разрешительная система предоставления доступа? Ну, опять же, это ролевая система, да, она реализована. Вот, если какие-то вопросы мы получили, коллеги, извините, пожалуйста, напишите нам после презентации, мы обязательно ответим. Да, и я еще не хотел показать несколько сценариев работы данной системы. Вот, это, например, если мы хотим запустить, так, сейчас, тут очень много уже добавлено примеров, вот, но я хочу, например, показать вам, как работает подключение к, например, базе данных, например, через SQL Management Studio. Да, то есть происходит подключение к SQL Management Studio уже с определенными там правами пользователя, который подключается к SQL. Вот, и далее он уже по сути, да, здесь сигнализирует в том, что сессия записывается, вот, это все редактируемо, то есть если необходимо поменять какие-то вот эти всплывающие окна, то есть, пожалуйста, можно это сделать. Вот, далее пользователь уже подключается уже непосредственно к самой базе данных и занимается там уже своими делами, вот, но это все записывается. Да, что еще можно показать, можно показать, что, например, Active Directory я хочу поменять там юзера и так далее. Опять же, тоже уже преднастроенная оснастка сути к Active Directory. Вот, я логинюсь и захожу сразу уже администрировать, там, добавлять юзера, там, либо удалять, там, что-то менять и так далее. Вот, Сергей, посмотрите еще вопросы в блоке «Вопросы-ответы». Да, секундочку. Так, первое, на какой инсталлируется ОВА на базе Linux или Windows? Это Linux, это DBAN, вот, он постоянно суппортится, то есть, при обновлениях также и прилетают там апдейты на этот DBAN. Вот, если интеграция с Citrix интересует подключение к PAM через Citrix, публикация как приложение. Если вопрос о том, что Citrix будет публицировать приложение наше как PAM, то, думаю, да, без проблем. или наоборот, вопрос в PAM публицировать Citrix, в принципе, тоже можно, возможно, то есть, мы, в принципе, проксируем все, что угодно, то есть, это могут быть и RDP-сессии, там, SSH-сессии, там, Web Access, куда-то там на какой-то портал внутри компании, тоже, как бы, возможно, сделать. Коллеги, если у кого-то остались еще вопросы, вы можете в нашем опросе нажать ответ запросить персональную консультацию и Сергей с Александром с удовольствием для вас ее проведут. Поэтому есть еще буквально минута для того, чтобы ответить на опрос и оставить заявочку на консультацию. Смотрите, Александр уже в презентации немного рассказал, но есть еще много сценариев использования данной системы SinoSeguro PAM. Это, к примеру, подсвещение удаленных ваших пользователей, которые управляют системой, удаленный доступ к домам. Александр, не знаю, можешь еще чуть-чуть еще двух словах. Да, конечно, еще раз, скажем так, хотел бы упомянуть на этом модуле, это такой некий аналог секьюрного VPN, это возможность представления доступа подрядчиков, которые вне подключаются в вашу инфраструктуру, при этом мы пробрасываем доступ через облако, соответственно, во время сессии, которая также проектирована через облако происходит, мы пишем, детектируем распространение политики правил, собственно, вот тот памп-функционал он имеется такого облачного формата и направлен на тех, кто извне подключается к нам через облако, и чаще всего этот функционал для контроля подрядчиков, наверное, и аудиторов используется, либо, скажем так, администраторов, которые там по каким-то причинам находятся вне нашей инфраструктуры. Ну вот еще у нас MySafe есть такой функционал, в сути здесь можно сохранять и пароли, и какие-то файлы секретные, например, вот этот функционал у нас запрашивал один очень крупный заказчик недавно, в дополнение к ПАМу ему нужна еще хранилка по сути паролей, вот, и не только, вот, безопасная. Такое небольшое дополнение, MySafe, наверное, тот модуль, который позволит иметь такое общее хранилище доступов, допустим, в какие-то ресурсы, которые там используются большое количество наших сотрудников, и здесь будет автоматически подставляться логин, пароль, ну, допустим, да, возьмем как пример такой некий прообраз того, как это было бы использоваться, но это более в таком широком формате, ну, к примеру, у нас есть там система, какой-то веб-ресурс, возможно, это какая-то CRM, либо это страничка нашей компании, которая подключается к нашим пользователям, мы автоматически проставляем в браузере, как с помощью плагина в дальнейшем, настраиваются логин и пароль и представляем доступ, таким образом, мы себя перестраховываем, и, скажем так, все они работают с тем хостом, на который мы, собственно, дали им доступ. Да, спасибо, Александр, и посмотри, пожалуйста, вопрос там по лицензированию, последний, или предпоследний. Да, тут дополнительный вопрос, данный модуль MySafe, он для каждого профиля админа свой, это, смотрите, он глобальный, вот идет как компонент, но, опять же, разграничения по администраторам можно сделать, то есть, они будут видеть только свои загруженные пароли, там, файлы, да, это, конечно, можно. Тут, на самом деле, лицензирование, мы говорим, в рамках, тут очень много может быть пользователей, поскольку это компания, которая имеет много сотрудников, то здесь мы больше всего опираемся на количество непосредственно пользователей, которые будут иметь тот плагин, преднастроенный в браузере, который будет подставлять логин и пароль. коллеги, я надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы, но еще раз хочу сделать акцент на том, что после завершения нашего сегодняшнего воркшопа вам будет отправлено пол-ап письмо, где вы сможете также нажать кнопочку запросить консультацию, и наши коллеги обязательно с вами свяжутся для уточнения ваших вопросов и предоставят полноценный ответ. Спасибо всем тем, кто принял участие в вопросе, мы обязательно в самое ближайшее время с вами свяжемся, и спасибо тем, кто уже запросил пилот. Спасибо коллеги, до свидания. Александр, Сергей, если на этом все, то большое вам спасибо. Спасибо большое всем за внимание, всем хорошего дня, хорошей недели, поэтому будем рады возможно встретиться в более такой тесной компании, обсудить и поделиться. Да, там вроде кто-то руку поднял, посмотрите еще раз. Да, там есть еще последний вопрос, насколько я вижу. А, вроде бы, а, есть еще док-вопросы. Но я думаю, что в любом случае мы уже ответим на персональные консультации, коллеги. Спасибо большое, спасибо нашим спикерам и всем хорошего дня. Да, спасибо, до свидания.